Приветствую! Возможно, уже в ближайшее время люди смогут вести предпринимательскую деятельность без регистрации ФОП, без регистрации юрлица, при этом вести ее на законных основаниях, платить налоги, принимать деньги на карту и не бояться никаких штрафных санкций. Об этом мы сегодня и поговорим. 20 октября 2023 года Верховную Раду Украины был подан законопроект под номером 10166, который как раз и предусматривает вот этот механизм, когда можно вести предпринимательскую деятельность без регистрации субъектом предпринимательской деятельности. Законопроект 10166 устанавливает следующие условия. Условие первое. Достижение 18 лет. Условие второе. Отсутствие регистрации ФОП, либо самозанятым лицом. Условие третье. Нет наемных работников. Условие четвертое. Доход не более 153 минимальных заработных плат в течение года. На сегодняшний день это составляет сумму 1 миллион 25 тысяч. Условие следующие. Использование РРО, либо ПРРО, либо же работа через цифровые платформы. Здесь мы понимаем, что под цифровыми платформами имеются в виду такие платформы, как Уклон, Болт, Глова и подобные. И главное. Дается в этом законопроекте перечень тех видов деятельности, люди, осуществляющие которые, могут работать на таких условиях. Там перечень из 20 видов деятельности. Я их все добавлю в описании к видео. Вы сможете почитать. Но сейчас скажу, что там попали такие виды деятельности, как предоставление услуг такси, парикмахерские услуги, услуги мастеров маникюра. Но при этом, что касается услуг парикмахеров и услуг мастеров маникюра, только на дому, не в салоне. Далее, что там есть еще? Фотографы. Люди, осуществляющие ремонт жилых и нежилых помещений. И соответственно, есть еще перечень, как я уже сказал, будет в описании. Если человек соответствует всем этим условиям, то он может через сайт налоговой, а возможно через ДИЮ будет регистрация, он регистрируется в налоговой, при этом ходить никуда не нужно. То есть, прямо в законе указано, что это в электронном виде будет регистрация. И после этого он платит налог по ставке 6%. 6%. Вот если он всем этим условиям соответствует, то платит 6% и при этом не платит ЕСВ. Вот отличие от ФОПа, да, допустим, ФОП третьей группы может платить 5%, но при этом нужно платить еще ЕСВ, то в этом случае ставка установлена 6%, но без ЕСВ. И одним из преимуществ перед ФОПами будет следующее, отсутствие необходимости подавать отчетность. Налоговая будет сама считать ваш доход, узнает она каким образом. То есть, либо цифровая платформа подает эти данные в налоговую, либо она берет из тех данных, которые сформировались благодаря тому, что все транзакции проходили через ПРРО, либо РРО. И, соответственно, они видят, какой доход у вас получился, и после этого вам уже считают и выставляют под налоговое решение уведомление, в котором будет указано, какую сумму налогов вы должны заплатить. И все. На мой взгляд, такое предложение следует оценить позитивно. Почему? Да потому что оно позволяет выйти из тени тем людям, которые не ведут достаточно серьезный бизнес, чтобы оплачивать бухгалтера, чтобы нести эти расходы. Но при этом люди хотят законно получать деньги, не думать о том, что вот я сейчас там на карточку получу перевод, а дальше финмониторинг, а дальше он сообщит налоговое и т.д. То на сегодняшний день мы наконец-то эволюционировали до того момента, когда пришли к европейским практикам в этом вопросе. И мы же эту идею не придумали сами, а взяли из Европы, где во многих странах предусмотрен вот такой вариант работы, когда ты зарабатываешь, если ты зарабатываешь небольшие суммы, то от тебя даже не требуют регистрации как полноценного субъекта предпринимательской деятельности. И при этом ты либо вообще не платишь налог, ну до этого мы, к сожалению, еще не дошли, либо платишь небольшой налог. И вот эти 6% они в принципе, ну как мне думается, такое достаточно неплохое предложение в том смысле, что тебе с одной стороны не нужно отчетность вести, а с другой стороны ты заплатил эти 6%, спишь спокойно, ты не думаешь о том, там заблокируют финмониторинг тебе карточки, не заблокируют. Ты получаешь легальные деньги и плюс это же вопрос еще и какой вопрос дальнейший, потому что мы видим, что в дальнейшем государство будет контролировать все наши расходы. Не только доходы, а и расходы. И может получиться так, что вы сейчас налоги не платите, там собираете эти деньги, потом пришли купить квартиру, а вам говорят, а объясни откуда у тебя деньги на квартиру. А не можешь объяснить, а тогда давай заплати налог, там поставьте 18 или 19,5% и пожалуйста потом покупай. И вот здесь как раз за вот эти 6% сейчас можно купить себе спокойствие. На этом у меня все, если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube канал, также приглашаю вас в свой Telegram канал, там информации гораздо больше и появляется она оперативнее, чем в YouTube канале. Также я там отвечаю на ваши вопросы в комментариях. Ну и традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и конечно же мира. Пока-пока.